всем привет вам канале hamster трейды сегодня будет обзор рынка посмотрим биткоин тотал и выскажу свое мнение сначала расскажу что у меня там было с позиция по что давно видео не записывал потом выскажу свое мнение по bitcoin и тефу и ну и в общем скажу даст вы среднесрочную позицию по этому всему делу и так далее в общем перед тем как я начну я естественно поздравляю тех кто все таки находился в лонг позиции и я в принципе советую вам здесь как минимум частично зафиксировать то есть если у вас по да зафиксируйте по любому какую-то хотя бы частично позицию если у вас фьючерсная позиция здесь можно было бы даже прикрываться в принципе ее полностью ну или как минимум процентов 70 то есть я бы крыл ребята тех кто шортили там и потерпели какие-то большие убытки да вы должны не расстраиваться вы должны принять эти убытки вы должны принять поражение признать это первым делом вторым делом обязательно вам нужно успокоиться и я бы посоветовал ближайшие там лучше вообще неделю не торговать хотя бы несколько дней отказаться от какой-либо фьючерсной торговли не пытаться отыграться да вот самое важно не пытайтесь отыграться когда у вас какой то есть какая-то потеря да и вы потом пытаетесь сразу отыгрываться вы завышаете плечи вы потом там олынетесь на последнее то есть это самое страшное ново приведет только к большим убыткам и разочарованием лучше принять потерю несколько дней успокоиться забыть о рынке вообще закройте возможно все займитесь киты домашними делами проведите время с детьми семьей не за родителями он в общем постарайтесь отлучиться от рынка это лучшее решение для тех кто потерпел крупный убыток да и допустил ошибки вошел залынился с большими плечами и так далее те кто шар тел но в рамках рис менеджмента там потерял 12 на 35 процентов от депозита в принципе ничего страшного нету но я вам тоже шел советую пару дней не торговать посмотреть что сейчас будет происходить на рынке и скорее всего будет какой-то range и дальше уже до понять движение цены что здесь будет делаться и уже какие-то принимать торговые решения что касаемо фьючерсов что касаемо спота в принципе bitcoin стопроцентно не нужно лезть по альте можно посмотреть да какие-то позиции но возможно стоит тоже пока что пару дней воздержаться по что после такого пампа у нас должно быть в любом случае откатное движение и будем смотреть что будет происходить потому что а вдруг вот после этого пампа возьмут час день-два и солью там обратно там 32 и ниже да и вот такие опа ловушечка было дальше по моей позиции то что мне где-то вот здесь была позиция ребята там позиция небольшая второе меня даже уберегло то что у меня были огромные плечи то есть да и на фьючерсах у меня принципе не было денег поэтому что самое прикол у меня стоп стояла в плюсе там 100 с копейками долларов соответственно движение там было тоже вот здесь вот пару минут просто такой памп и соответственно меня даже ликвиднуло не то что там закрыла по стопу с плюсом до цветом к это было ликвидация со с копейками долларов и все после этого я больше не торговал я отдыхал с детьми у меня детей сейчас каникулы в школе поэтому я в принципе не торговал плюс для меня было непонятно это все движение непонятный развод с и тифом и так далее поэтому я в принципе это все дело пропустил сейчас хочу дождаться какой-то консолидации остановки понятного сетапа дальше уже буду смотреть что можно предпринимать возможно к это буду как к срочная торговля по поводу спотового и тифа да сейчас нужно переключиться на часовой тайфрейм специально вот этот вот панда ребята здесь конечно же красивая была замануха с одной стороны говорят что принимается типа и тиф летит вам уже время выходит новости и говорят что это было фейк еще данных о подтверждении принятие спотовое тифа нету и типа бля сразу дамп летит в момент этого сна тесно в момент пампа у нас набираются поздние ламп позиции с огромными плечами залетают в поезд дальше происходит быстро естественно поглощение этого часовой свечи там на 15 минутки нужно смотреть в итоге тех кто влетал позднее вам естественно их собрали цена остановилась сказали что это фейковая новость и чё ребята народ увидел вот такую тень и начали просто шортить и на этих шортах мы естественно улетели сами понимаете куда вверх то самое интересное когда цена уже находилась от 26000 я помню а суббота где-то было я вижу что уже начинает набираться шарты то здесь уже пошел адский набор шартов мне в принципе уже это не очень все нравилось да за дальнейшее снижение поэтому я переставил стоп лосс в плюс и просто дальше уже наблюдал принципе я был занят было не до этого на телефоне я не люблю влетать сделки в итоге в общем что есть что есть получили панк в итоге спотовый тиф оказывается приняли официально уже доска подтвердили и народ естественно у вовсе все полетели на счет в ракете сидим шорт позиции сейчас хорошенько собрали ликвидации практически 400 миллионов давненько такого не было хотя это абсолютно не рекорда под что там рекорд есть 11 10 где-то миллиардов точно было поэтому в принципе это немного но понимаете кучу ситуацию что ликвидности очень мало то в принципе 400 миллионов сейчас это много в общем на ликвидировали шар позиции довольно таки хорошенько самая крупная ликвидация была на бинанс bitcoin из детей соответственно кто-то ликвиднулся на 10 миллионов практически долларов не представляя какое сейчас самочувствие этого человека который ликвиднулся на 10 миллионов но думаю не очень хорошая в итоге видим третий подход вот к важному уровню блоку до сопротивления то есть мы раз подошли два соответственно третий подход он как правильно пробойный пробойный мы видим цена подошла поджалося и соответственно буквально сегодня там за час тоже вот этот был импульс весь а цена улетела дальше обратите куда мы пришли мы практически пришли к золотому сечению это у нас фиба на вот этот вот импульс поэтому здесь как бы все логично дальше а кстати дайте секундочку я хочу вернуться до по поводу того почему мы все-таки здесь не пошли вниз проблема была в том что нужно было анализировать естественно спотовый рынок у нас на фьючерсов соответственно до цена здесь уходила не вниз когда ты сделала перелом но в принципе спотовый рынок у нас нигде здесь первого не было это первое второе если мы тут включим недельный тайфрейм мы видим что в принципе цена да она не поглотила вот этот пам то есть вот это вот недельная свеча она в принципе не закрылась ниже не закрылась на 25 тысяч долларов даже и даже таки все предыдущие свечи они в принципе закрылись в рамках вот этого уровня а тени они не перекрыли то есть не сделали перевал в принципе был такой до сигнальчик что-то здесь не то а также это подобный паттерн происходит очень часто нужно быть к нему готовым и иногда это ложное движение то есть даже здесь смотрите часовой этой фрейм смотрите у нас начинается импульс 27 700 цена импульс дальше естественно она поглощается да но тем не менее мы не не уходим ниже вот этого уровня то есть очень важный момент цену здесь удержали в принципе здесь нужно было лонговать ребята если бы бы это часовая свеча или она красная закрылась а до или если вы после этого движения мы ушли бы вниз то есть сделали вот этот перелог в этом бы случае нам стоило ожидать откат ну и соответственно уход ниже ну а так как у нас не было принципе вот это поглощение пампа да у нас до поглотили но не полностью это в принципе говорит о бычьем сценарии также самое можно много найти таких примеров у нас здесь это была подобная ситуация вы здесь обратите внимание у нас идет а потом в принципе дампят но обратите внимание у нас тела свечей они не закрываются ниже до цена в принципе не уходит от начала вот этого роста откуда заходилось то все движение поэтому тоже такой бычь сценарии на будущем вы должны понимать если у нас идет панда и потом дам как бы вроде бы поглощают свечу на самом деле поглощение не было мы видим тело закрывается выше тело предыдущей зеленой свечи и так можно можно найти кучу примеров и на более мелком тайфрейме вот здесь так же самое идет пан вроде бы резко дампят рынок но цена не уходит ниже принципе это такой бычий сценарий в общем суть этого паттерна и думаю понятно вам нужно запомнить в итоге всех обманули сетевом то говорят приняли то потом говорят не приняли в итоге его приняли цена ушла все ладно тех кто не в позиции черт с ним ребята будем искать какие-то новые точки входа дальше месяц два назад когда писал обзором в принципе находились еще где-то вот здесь даже потом когда вот сюда упали я уже говорил что вот предыдущий вот такой вот клин который здесь был на вот такая вот линия была я говорю что очень странный клин а потому что у нас нету сверху 3 касания то есть у нас здесь есть раз касания 2 а вот здесь мы не дошли до верхней границы то есть и сразу естественно пробились а вниз это меня стримала я тоже говорил обзора что очень-очень странно у нас обычно клин имеет восходящий клин имеет сверху то есть три касания если нисходящий соответственно тоже у нас нужно быть три касания то есть сверху и снизу до перед тем как он пробиваться истина а здесь странная ситуация мы вроде бы клину с другой страны нету третьего касания и мы уходим вниз и вот она осуществляется это третье касание обратить внимание 1 2 мы сейчас доходим до верхней границы и в принципе можно клин уже рисовать вот так вот как у меня сейчас он нарисован и сейчас мы в принципе находимся вблизи верхней границы но несмотря на то что вы кстати тут чуть-чуть не добили эту верхнюю границу поэтому несмотря на то что мы все он находится возле верхней границы я не думаю что рынке сейчас быстро сольет то есть будет какая-то консолидация сейчас начинается немного фома у людей особенно те кто залетали здесь в поздний импульс огромными плечами здесь уже есть огромное количество скоплений ликвидации поэтому мое мнение таково то есть после сильного рынка после хороших новостей соответственно принципе не должны это все дело сливать плюс мы вышли за важный блок а это у нас блок 30 тысяч там 600 пускай будет 31 1800 грубо говоря соответственно в данном случае мы подошли сейчас в сильную зону сопротивления вблизи золотого сечения но тем не менее мы золотое сечение не добили поэтому тут остается тока торговли на более старшим тайфрейме то есть недельный тайфрейм открываем смотрим зона поддержки соответственно 30 600 31 800 грубо говоря зона сопротивления уровень примерно 35 600 у меня здесь 35 700 грубо говоря плюс-минус мои ожидания таковы что мы сейчас здесь можем застрянуть любой возврат 32 тысячи и ниже сюда да только подход в этот блок зеленый я считаю можно принципе смело рассматривать лонг позиции но и смело я не говорю смело то что там можно лынется смело то что уверенно просто входить в лонг позиции соответственно с дальнейшим скорее всего перехаем все-таки доколом золотого сечения все-таки нормальным подходом к этой трендовой линии и скорее всего здесь будет какая-то да вот такая вот консолидация с какими-то не повышающиеся максимуме то есть будет какая-то долгая нудно консолидация в момент этой консолидации я считаю от стреляют альткоины и да кстати еще одна была важная ошибка полагать что мы отсюда в принципе польемся вниз от естественно альткоины потому что многие альткоины если мы откроем тоже а да да тут в принципе ряд большинства альткоина не в принципе находились а на дне то есть если бы bitcoin лился альте в принципе некуда лица уже если честно да она бы могла проседать но в принципе запаса на пролив у нее вальты был минимален тот же дата находил ну просто минимальные значения ребята поэтому было неверно полагать что bitcoin польется потому что альта не отскочила то есть было странное движение да то есть это также самая ошибка и в момент пока здесь будет консолидация что альткоина не отстреляют если вы выбираете альткоина выбирайте те которые не отстреляли то есть не нужно привязываться какому-то ванну одному проекту и с точки зрения веры в него до покупать на спот даже если он отскочил посмотрите ту альту которая она еще не отскочила аккуратненько возьмите на спот без фанатизма и принципе можно будет забрать какие-то отскоковые движения я считаю дальше недельный тайпрейм так же самая была ошибка в принципе пусть на недельном тайфрейме была обычая ситуация тоже у нас индикатор стахастиком и россия и до сих пор стахастик и россия есть запас хода вверх ребята дальше 12-часовой тайфрейм здесь сильно перекуплена обратите внимание на россия и обратите внимание что происходило когда россия находился именно в этой зоне сейчас россия 92 да и здесь смотрите 92 и 45 процента ранее подобные значения были здесь у нас да тем не менее принципе цена еще шла вверх но у нас образовывается уже расхождение дивергенция рисовалась а в общем значение индикатор находится на таком уровне которым говорит что здесь локально пока что слонгами точно стоит подзабыть и стоит ожидать какую-то консолидацию на принципе коррекцию чтобы охладить индикаторы дневной тайфрейм подобная ситуация обратите внимание где находится у нас сейчас россия да и в принципе стахастик поэтому стоит ожидать консолидацию боковую проторговку как только будет видны зоны верхней и нижней границы это консолидации естественно можно будет в ней хорошенько отторговать но пока что локально нужно понаблюдать что будет происходить тем не менее лонг от зеленого блока можно дальше обратить внимание если здесь провести вот такую трендовую линию соответственно у нас день открылся видите такое снижение удар в эту линию и отскочили есть вероятность того что мы даже не спустимся в зеленую линию да может быть вообще вот здесь консолидация вот такая сразу происходить такой вариант тоже возможен но тем не менее нам лучше понаблюдать день два три посмотреть что здесь будет формироваться возможно даже можно будет до какой-то он пробовать от этой линии это даже 33000 долларов кстати у нас я натянул сейчас фибу на локальный вот этот вот импульс у нас получается здесь вблизи 0 2 уровень 33 200 вот 30 вот 0 3 уровень 32 тысячи здесь да можно в принципе будет смели лонг начинать набирать стоп желательно ставить 30000 принципе да если включи так более не менее безопасно цена уходит 0 5 уровень можно просто добраться это примерно 31 тысяча долларов ну и стоп на тридцатке тем не менее запас хода будет примерно 35 36 тысяч долларов то есть принципе очень хорошее соотношение риск от прибыли можно будет пробовать забрать и так дальше у нас принципе вот теперь явно формируется клин да и после какой-то к нудной консолидации нужно будет смотреть что будет здесь происходить возможно в будущем после вот этой эйфории до принятие спотовое тиф сейчас там нас потусе со наберут народ и после чего начнется вытряхивание лонг позиции да вот когда у нас ланге будут зашкаливать в этом случае тогда есть вероятность того что рынок пойдет на снижение и вот этот вот клин тогда будет отрабатывать конечно же есть вариант того что цена пойдет еще выше тогда следующее сопротивление у нас примерно 40 тысяч долларов 40 41 здесь будет естественно серьезно но пока что я не рассчитываю туда рост смотрю среднесрочно не раскатываю сильно губу поэтому что здесь консолидацию ну что ребят теперь давайте мы посмотрим тотал и что здесь происходит на тотале в принципе пока что ничего критичного нету мы подошли к сильному сопротивлению 126 триллиона долларов у нас здесь видите нижняя граница 980 грубо говоря и верхняя граница миллион двадцать триллион двадцать шесть а пока что вот такой боковик тем не менее запас хода выше 1.32 триллиона то есть это верхняя граница я не исключаю то есть сюда подход также самое у нас вблизи будет 0 3 уровень обратите внимание что после секундочку давайте перестроим это все дело а вот так вот смотрите 0 3 уровня 1.28 триллионов в общем где-то сюда мы скорее всего добьем плюс у нас верхняя граница этого желтого сходящего канал но пока что неизвестно канал это или клин у нас будет да ну в общем-то трендовая линия верхняя сюда возврат и здесь соответственно будет остановочка что здесь будет рисоваться тоже неизвестно возможно здесь так же самое стоит рисовать клин то есть нижняя его граница в принципе неплохо видите здесь раз-два как бы подтвердили нижнюю границу ну и сверху у нас есть раз-два касания и скоро будет третье касание поэтому здесь в принципе вот только сейчас вырисовывается нормальный такой вот клин вполне вероятно что после вот этой консолидации соответственно начнется вот такое вот движение где-то к нижней границе соответственно за эти лаи а теперь вот это блок поддержки который у меня нарисован здесь то 835 880 миллиардов долларов здесь он уже под вопросом в этом случае больше до вероятности снижения мы можем увидеть где-то возврат 940 930 миллиардов долларов на если будет все таки сценарий отрабатываться что этот клин потом уход вниз соответственно примерно вот эти значения тогда будет у нас формироваться восходящий канал все-таки вообще такие мысли у меня по total total 2 здесь по total 2 в принципе на самом деле ничего супер какого-то агрессивного не происходит да есть рост альта в принципе растет но слабо еще более не менее эфириум пытается показывать вас но много альта в принципе пока что слабо она никуда не спешит ребята total 2 пока что формируется такой нисходящий треугольник принципе глобально поддержка фиолетовый блок вот этот остается в силе здесь вопрос если bitcoin будет консолидироваться то есть если bitcoin сейчас не сольют важно смотреть что здесь пусть происходить день два три поэтому я говорю не торгуйте не спешите смотрим вдруг мы сейчас возьмем то есть и откатят вниз и у нас это будет как вложенный выход вверх это будет конечно вообще супер просто это толпа которая вангах конечно потом она будет терпеть в общем по total 2 смотрим если bitcoin удерживают желательно 33000 удержать бы на худой конец 32000 до удержать если вдруг там ниже уходим каким-то чудом да ну тогда все хреново на самом деле я конечно с большей дуле верности думаю все таки удерживает распам такой чтобы до заманить наибольшее количество участников которые встанут в лонг на желательно естественно цену удержать в этом случае total по идее да он сейчас может то есть если биткойн час какая-то коррекция консолидация мы здесь тоже можем увидеть откат а по любому пальте и я считаю что в принципе а можем увидеть рост 620 630 миллиардов долларов по альткоином в принципе можем такое увидеть ну и следующая цель до более не менее глобальная пульт коином это 700 миллиардов она все-таки остается в силе ну вот здесь под вопросом что будет происходить с биткойном то есть да сейчас биткойн все-таки удержат по консолидируется альта еще отскочит и может быть вот такая вот шляпа ребята в общем поэтому нужно будет наблюдать но альта она вообще не спешит никуда расти платить внимание тем не менее я щас понаблюдая день хотя бы как закроется биткоина именно вот эта дневка потому что пока что на эйфории как-то мы пробили этот уровень улетели в общем наблюдаем биткойн а и из детей доминация все-таки пробилась из детей доминация трендовую линию вниз это говорит о том что у нас следующая поддержка он здесь нужно ее конечно же подвинуть принципе вот такая глобальная поддержка в принципе есть вероятность того да и из детей доминация прольется сюда если она прольется сюда это случай мы увидим рост еще от коинов соответственно и биткойна ну может биткойн где-то затормозится плюс-минус да а в этом случае не немного отстреляет альта подтянется и общем цели пока что остаются такими но опять же мы смотрим как сейчас дневка и неделька закроется это то есть нужно наблюдать а вдруг сейчас бабах и в принципе биткоин поглотят уйдет ах те уже сомневаясь а что так быстро будет тем не менее в общем цели тогда получается по исти доминация у нас ниже шести процентов это говорит о росте криптовалютного рынка еще мне бы хотелось увидеть какой-то откат сюда хотя бы 0 3 уровень 32000 районы здесь попробовать какие-то ланги ну то есть аккуратно без фанатизма фьючерсы с небольшим стоп-лоссом от 30300 в принципе будет достаточно пусть то если мы вдруг польемся ниже 30 тысяч 300 тогда это уже плохой сигнал будет на бинансе наконец-то ставка на естественно уже плюсовая потому что здесь выбили все шартисты тем не менее если посмотреть что сейчас происходит дал он широкоэффициент мы видим что в моменте естественно шартов набирается больше чем лангов то есть перед тем как пробивали соответственно уровень посмотрите у нас short аккаунт был 62 процентов это очень много и сейчас шарты все равно больше 50 процентов это принципе не за дамп рынка коррекция да и какой-то может дальнейший рост дальнейшее движение вверх вот когда здесь будет лонг аккаунт примерно 65 даже лучше 70 плюс процентов вот тогда нужно быть крайне аккуратным с лонг позициями скорее всего где-то приходит время к вздергиванию ландистов 4 часовой тайфрейм такая же самая ситуация здесь по индикаторам прям все напрашивается на коррекцию какая-то идея по альткоина например по доту конечно же у нас у дневной тайфрейме он уже как-то вся не очень хорошо чувствую тем не менее если bitcoin все-таки удержатся не солью того сегодня да тогда в принципе вот есть блок поддержки соответственно и от нее можно проводить какие-то ланге стоп я бы ставил соответственно за этот минимум 36 долларов чуть чуть ниже но цели этого все движение от примерно первая интересная цель 5 . 15 доллара дальше уже у нас 6 долларов после чего нужно будет смотреть что будет происходить дальше более не менее сопротивление 78 долларов сюда 9 долларов я пока что не ожидаю дот также литу желательно смотреть на более старшем тайфрейме соответственно у нас есть импульс нисходящий он у нас начинает свое начало как раз от этой точки это примерно 7.9 и до сюда если натянуть фибуан вот у нас сходится 0 2 уровень примерно 0 3 уровень 5 . 22 важный 0 5 уровень у нас 5 . 735 поэтому в принципе такие достижимые цели да вот так вот как раз доту сюда сходить где-то на обновить вот этот вот хай собрать какую-то ликвидность возможно даже отдайте важную зону сопротивления 6 6 половина долларов но под вопросом под вопросом тем не менее какой-то вот такой отскок с 4 до 6 плюс минус принципе можно получить это если его не сольют к чертовой матери потому что альта реально но она гнило выглядит она вроде отскакивает но это все очень слабо проявляется всем спасибо за просмотр прошу обязательно поддержать видос лайком да и пишите в комментариях свое мнение какой вы таргет ожидаете от биткоина до куда цена может дойти на ваше мнение не очень интересно будет это услышать а я вам всем желаю хорошего дня хорошей недели профита ну и соответственно будьте крайне аккуратны с фьючерсами до следующего раза до следующего раза